Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы с вами сегодня поговорим о ошибках, которые мешают художнику Давайте вот такую творческую встречу проведем в мастерской нашей с Володей и подумаем, как нам сделать так, чтобы легко и просто подступиться к своим картинам Все-таки заявить о себе как художники-мыслители и как художники, которые умеют ремесло сделать идеальным Вы знаете, чтобы сделать идеальным ремесло, надо обладать некоторыми самыми простыми правилами И вот мы при встречах с вами, то ли в Грибовке, то ли в Москве, где мы только с вами не встречаемся И вот даже через чат вы присылаете свои работы Мы замечаем, что у вас есть некоторые пробелы в самых простых знаниях, которые мешают вам дальше двигаться Идти по, как сказать, по накатанной дорожке И вот прежде всего, прежде всего, я думаю, что это самые простые правила построения геометрических предметов Начиная с овалов Помните, как вы все нервничаете, когда вы не можете построить овал в перспективе Допустим, цилиндрического предмета И эта ошибка, она вас заставляет напрягаться Она вам не дает действовать дальше мягко и спокойно по вашей картине вперед-вперед-вперед правильными шажками Вот эта ошибка держит вас, знаете, как цепь с какой-то гирей, которая не пускает двигаться дальше Поэтому мы с Володей решили для вас сделать такой, как бы сказать, как словарик Словарик маленький, да, вот подсказочек таких И вот написали 25 фрагментарных ситуаций, которые могли бы вам помочь, ну, как сказать, не спотыкаться, когда вы пишете свою картину Ну, вот, например, вот, например, голландский принцип визуального обмана Ну, масло, холст, натюрморт, да, это то, что я всегда говорю, да Смотрим, свет предмета встречается с темным фоном Тень предмета встречается со светлым фоном Вот этот принцип визуального обмана, он действует не только в натюрморте Он действует и в пейзаже, и когда вы портрет пишете И в натюрмортах, и, как вам сказать, в любых композиционных ваших решениях Что бы вы ни сказали, да, на холсте Вы же можете маленькое что-то сказать, как маленький натюрмортик А вы можете огромную картину написать, там, где будет множество действующих лиц И людей, и животных, и растений, и пейзажа, и интерьера И там тоже действует этот принцип Если вы вот полистаете, да, старых мастеров Эти все принципы идут оттуда, да, мы у них учились, у старых мастеров Потому что ни училища, ни институты не дают того, как сказать Они дают базовое образование Но это базовое образование называется глопом по Европам Да, вот побежали, но ничего не вынесли такого сокровенного, понимаете Вот эти все знания, они вот за эти 45 лет, которые мы рисуем Они выкоррестовались уже в такие, как знаете, маленькие правила Которые действуют уже сами по себе То есть мы рисуем, а они у нас стоят, как вот, знаете, ложку не пронести мимо рта Мы уже о них знаем, как вам сказать, подсознательно и даже всем своим нутром понимаем Вот, ну, допустим, двойной свет на леонардовских портретах Вот она наша Джоконда, да, он постоянно действовал Леонардо действовал, рисуя портреты женские Освещал их и сбоку, и сверху Для чего? Для того, чтобы сделать объем по слева направо и сверху вниз Он делал тройное, как вам сказать, тройное ощущение человека Слева направо и сверху вниз, как скульптура у него получалась Поэтому она такая, ну, как вам сказать, что ее можно обнять, эту женщину, да, нашу Джоконду В общем-то, это тоже правило, которое должно быть рядом с вами Как краски на палитре Знаете, когда какой-то красочки не хватает, допустим, кобальта фиолетового Мы начинаем думать, чем мы можем заменить кобальт фиолетовый Так, кроплак ультрамарин То, что мы раньше делали, да, в училище, когда не было еще кобальта фиолетового Вы понимаете, вот эти все правила позволяют, маленькие такие правила позволяют вам Как кирпичики маленькие, когда вы строите дом свой, да Какого-то кирпичика нет, и он начнет разрушаться Какой-то кирпичик криво стоит, плохо знаете, допустим, какое-то построение овалов И начнет разрушаться ваше все строение вашего, допустим, натюрморта, да А вы хотите, допустим, сделать, вот как Шарден, да, сделал, посмотрите Вот такую груду фруктов, да А как эту груду фруктов положить на серебряное блюдо? Там должен быть хороший овал, иначе эта вся груда рухнет, понимаете? Еще по поводу груды фруктов я вам дальше расскажу Ну вот, допустим, еще такой, да, механизм движения человека Это уже я Володе доверяю Все, что касается графики, все, что касается человека Это лучше объяснит Владимир Ильичев Потому что он у нас идеально вводит людей в построение человека Он мыслит архитектурными формами Он знает, что человек это та же самая архитектурная форма Которая постоянно крутится, меняется в движении В каких-то перекрученных позах И он вам обязательно покажет на наброске, графическом наброске Как можно механизмом движения человека Менять вообще ситуацию композиционную на холсте Вот эти уроки маленькие, они называются фрагменты Фрагменты, которые должны быть необходимы у вас У вас вот здесь вот в копилочке Они вам помогут, как сказать, стать не подельщиками, но профессионалами А профессионалы-художники сразу увидят О, так человек знает, что такое полутон закругляющий Значит он края формы эти расплавляет в воздухе Значит он профессионал Значит он уважает световоздушное пространство И пойдем дальше Какие еще мы предлагаем Конструкция человеческой кисти Все помним, что человеческая кисть Это еще один портрет человека Когда мы знакомимся с человеком Он на лице может одеть любую маску Голливудскую улыбку открыть Смотрим на его руки Что с руками происходит Руки у него вот так вот нервничают Пережимают друг друга Значит мы понимаем, что у человека какая-то проблема И с ним надо очень нежно обращаться Всегда смотрите на руки Это еще один портрет И это еще один портрет Опять же Рисуем руку Сначала скелет Вон он стоит у нас скелет В глубине мастерской Он наш помощник Да и мы и на себе можем пропальпировать Правильно? Все косточки рук Да? И мы и сами можем набросок со своей руки Сделать легко и просто Так? И пошли дальше Падающие тени на стене Что может быть красивее? Вон у меня висят туфельки женские Вот они просто висят на стене Красивые туфельки из 20 века 50-е годы Как мамы и бабушки носили Но как только я их освещу софитом И они превратятся в горы От которых будут падать падающие тени Это станет сразу арт-объектом для картины Падающие тени играют громадную роль И вот у старых мастеров Мы наблюдаем, что иногда Падающие тени Сейчас вот у Леонарда Ну, трудно сейчас у Леонарда найти Падающие тени Даже могут показать объем предмета Даже на предмете Может быть просто раскрашенность декоративная Но падающая тень покажет Какой формы этот предмет Какой сложной формы этот предмет Представляете, что делают падающие тени А от предмета на предмет Это вообще супер Это уже получается Как, сейчас вам скажу Уход в теневое пространство И там основная информация Вы понимаете Из таких маленьких фрагментарных ситуаций Мы с вами все-таки становимся Мудрейшими художниками Сейчас, глоток Зеленый чай Ну, что еще Перспектива овалов Вовочка вам расскажет Он очень хорошо умеет Рассказать Где горизонт Для каждого человека Там, где его глаза Основной горизонт И как относительно этого горизонта Меняется раскрытие овала Если вы, допустим, летите на самолете То вы этот овал увидите Как круг А если вы сидите И у вас на уровне горизонта Ваших глаз Чашечка цилиндрическая Значит овал превратится В тоненькую-тоненькую Почти ровную линию Это Володя вам расскажет Легко и просто Ну, в общем-то Мы из вас Хотим готовить Архитекторов Это будущее Мы обязательно будем делать Архитектурные сломы Архитектурное мышление У вас развивать Так Для того, чтобы вы понимали Что дом человека И сам человек Это одно и то же Да, вот мы Человек Зашел в свой дом Который он построил Да Что такое дом? Это продолжение этого человека И аура этого дома И фэн-шуй этого дома И распределение предметов В этом доме Помните, мы лофт изучали Это все продолжение нас Понимаете? Поэтому мы всегда мечтаем О своем доме Мы хотим увеличиться А нам с вами Сам Бог велел увеличиться Мы с вами Увеличиваемся картинами Вот посмотрите Моя мастерская Моя и Володина мастерская Просто комнатка Ну, сколько здесь метров? Ну, здесь метров Наверное, 18 Квадрат Да Средний ремонт Такой слабенький себе Но Когда мы вывесили Картины Пэтчворк Именно те Которые нам дают Информацию Для наших будущих картин Мы увеличились Вы понимаете? Каждая картина Которую мы написали Увеличивает нас В пространстве И делает нас Командирами ситуаций Будущих жизненных Вы понимаете? Мы вас еще и Философии будем учить Художника-мыслителя Конечно же Скажите мне Скажите мне все Что вы перестанете Действовать неправильным образом В искусстве Наша Группа такая Организовалась Уже 9000 человек По миру Блейтен Сокс Арт Технологис Это очень умные люди Это люди Которые хотят Улучшить себя Увеличить свой дух И делать красоту Для других людей Да? Ну чем? Носком и лезвием Потому что это легко И просто А вот мучиться Конечно Мы не будем В нашей ситуации Потому что Мы будем знать Эти все мелочи Которые вот Мы запрограммировали 25 штучек Да? Этих фрагментарных ситуаций Но После того Как мы их пройдем А мы их пройдем До Нового года Да? Мы их сейчас снимаем Мы понимаем Что это непаханное поле Потому что там Очень много есть Загвоздочек Таких знаете Которые человек Останавливается Рисовать картину Вы понимаете? Вот он что-то не знает Допустим Какой цвет Противоположный Краплаку Темному Да? Он не знает Что это Голубая Допустим Кобальт зеленый Светлый Он не знает Что это Две противоположные Вещи Да? Он не знает Этого И он не знает Какой цвет рядом Поставить С краплаком Да? Чтобы краплак Стал еще более Краснее И темнее Он не знает Что надо поставить Кобальт Зеленый Светлый Чтобы фон Рядом с краплаком Был светлее Холоднее И зеленее Да? Красные И зеленые Противостоят Друг Другу Вот эти мелочи Если вы Их пройдете Вместе с нами Вы себе не представляете Какое вы будете удовольствие Получать У себя В мастерской Где-то На выездной Территории Допустим На пленэре Или вы К нам Приедете Или вы Соберетесь Где-то Своей группой Вот Кстати Мы очень Приветствуем Когда наши студенты Дружат Друг с другом И создают Свои маленькие Какие-то Группки И начинают Работать вместе И начинают Выставляться вместе И помогают Друг другу Вы понимаете? Организовывается Пространство Все больше И больше Охвата Людей Которые любят Живопись И рисунок Так? Вот Ну давайте дальше Конструкция горной цепи Да вот она Конструкция горной цепи Где наш Леонардо Вот она Смотрите Я без этого рисунка Бы не смогла Подступиться К альпийским горам Которые Можно рисовать С натурой Конечно Когда вы На лыжах ездите Когда вы путешествуете Можно рисовать Но Без Конструктивной помощи Леонардовского мышления Вот как Надо горы рисовать Как будто бы Это скопище камней Здесь Определенные Правила есть И вы знаете Что Когда мы На мастер-классах Это преподаем Бывает Вы воспримете А бывает Из-за обилия Вот этих Маленьких правил На мастер-классах Вы не успеваете На них Как бы Остановить Своё внимание А вот Мы сейчас Вот эти Маленькие уроки На полчаса Эти будут Фрагментарные ситуации Вы их Пособираете Как самые Драгоценные Камни Себе Для того Чтобы они Помогали вам Не спотыкаться И пойдём дальше А что ещё Симметричная Устойчивость Кофемолки Приподам Но кофемолка Будет лежать И надо будет Вам рассказать Как не только Стоя может быть Предмет Да Вот такой Но и лёжа Или даже Ну Воткнутый Вот так вот Мордочкой В землю То есть Мы должны Уметь рисовать Предмет В любых Его Направлениях Относительно Земли Так же Как человека Да В любых Позах Вот сейчас Мы рисуем Да На конструкции Человека Любую позу Нам позирует Иван Головной убор На девушке Почему Хочу преподать Потому что Очень часто Бывает Что мы Пишем Портрет Человека А головной Убор Мы пишем От другого Человека Или Не можем Одеть Этот головной Убор На шар Головы Там Определённые Правила Есть Тоже Хочу Это преподать Вам Идём Дальше То, что Владимир Будет Преподавать Сейчас Скажу Владимир Наверное Преподаст Светотень Простых Предметов Это Очень Тоже Вроде Как Легко Но Даже На цилиндре На цилиндре У нас Очень Много Цилиндров Когда мы Рисуем Существует Семь Действий По Рисованию Объёма Этого Предмета Свет Блик Полутон Один Полутон Второй Тень Рефлекс Падающая Тень Семь Действий Для того Чтобы Обмануть Зрителя Вы же должны Знать Эти семь Действий Понимаете Тот Кто Не знает Тот Не преподает Ни у нас В школе Не Рисует Правильно Когда Надо Нарисовать Картину Человек Рисует Только Полутон И тень И всё У него Плоское Изображение Он не Может Обмануть Человека Двумя Только Действиями Семь Действий Потому Чтобы Нарисовать Объём Предмета Цилиндрическое Так Идём Дальше Что Вовочка Ещё Вам Преподаст Сейчас Скажу Белый Стул Конструкция Вот У нас Здесь Полно Стуль Смотрите Конструкция Стула Давайте Я поставлю Стул Конструкция Стула Это Тот же Самый Дом Который Мы Хотим Строить И Володя Вам На части И покажет Где Куб Где Часть Цилиндрическая Где Сидушка Как оно Как оно Друг с другом Составлено Да Что Венский Стол Это Идеальное Вообще Место Для того Чтобы Ну Отдохнуть Человеку Но Он же должен Быть И для Человека Подходить И для Интерьера И он Должен Быть Такой Конструкции Чтобы Человек Не упал С него Правильно Потому Что Разной Тяжести Бывает Человек Садится И вот Мы Собираем Такие Стулья И Возможно По Этим Стульям Конструкция Стула Вы поймете Как Делать Дальше Допустим Геометризацию Какого Нибудь Строения Допустим Дома Да Или Может Еще Что-то Вам Подскажет Геометризация Стула В любом Случай Все Делается Насквозь И все Делается С Интеллектуальной Основой Ну что Еще Безукоризненный Натюрморт Я вам Покажу Как строится Безукоризненный Натюрморт Я очень Часто Встречаю Своих Студентов Которые Имеют Очень Красивый Натюрморт Фонд Но Не Могут Понять Логического Принципа Построения Натюрморта Это Все Я вам Расскажу Вот Мы С вами Обнесемся Многим Количеством Предметов И Тут же Я вам Покажу Как Надо Выставлять Натюрморт Думаючи О Других Людях И Думаючи О том Человеке Кто Выставил Этот Натюрморт Ну Допустим Мы Любим Всегда Что Натюрморт Выстроила Какая Нибудь Актриса Немого Кино И там И туфельки Там И Шляпная Коробка Там И Жемчуг Ну Молоток Жи туда Не подойдет Правильно Все Буду Рассказывать Дальше Сейчас Вот у меня Смотрите Какой Фолиант Это Ван Гог Да Я вам Расскажу Почему Надо Собирать Свою Библиотеку И Почему Эта Библиотека Не может Быть В интернете Вы Понимаете Книга Обладает Абсолютно Магическим Действием Присутствие Того Кто Ее Написал И Того О ком Написана Книга И Когда Вы Читаете Что Ван Гог Написал Свою Желтую Комнату Вот Она Где-то Здесь Его Желтая Комната Вы Представляете Что Вы Стоите В Этой Желтой Комнате Вы Понимаете И Вы Как Ван Гог Можете Дотронуться До Этого Плетеного Стула Которую Он Рисовал Всегда И Вы Можете Подправить Его На столе Стоящие Цветы Подсолнуки Он Любил Рисовать Хризантемы Он Любил Рисовать Вы Как Вам Сказать Находитесь Там В своем Воображении А нам Очень Надо Развивать Свое Воображение Поэтому Книги Собираем Вот У меня Несколько Полок С книг С книгами Ящики Я их Считаю Одной Из самых Драгоценных Вещей Которые Находятся У нас В мастерских То Одну Книгу Возьмем То Другую Советуемся Со старыми Мастерами И Серьезными Художниками Современными Сейчас Листану Вам Немножко Современного Художника Немножко Раздразню Вас А ну Посмотрите Какие Красивые Картины Не буду Называть Фамилии Чтобы Вас Не смущать Это Пишет Настоящий Современный Художник Работы Стоит Очень Дорого И Нам Тоже Можно Этого Достигнуть Если Мы Будем Идти Правильным Путем И Знать Все Погрешности Которые Нам Мешают Написать Красивые Картины Правда Жи Посмотрите Какие Хорошие А ведь Это Человек У Которого Очень Большое Хорошее Образование И Он Уже Продается По всему Миру За Трехзначные Хорошие Четырехзначные Шестизначные Цены Так Ну что Танцовщица Графический Набросок Почему Танцовщица Да потому Что Когда Мы Хотим Делать Какой-то Композиционный Как вам Сказать Замысел У нас Обязательно Там должен Быть Человек В Движении Нам Скучно Когда Человек Стоит Статично И Ничего Не Делает И Зрителю Будет Скучно Поэтому Володя Вам Преподаст Как Сделать Так Чтобы Обычный Вот Человек Который Нам Позирует Да В Движение Как Сделать Так Чтобы Он Еще Больше Двигался Значит Конструкцию Человека Надо Еще Больше Изломать В сторону Этого Движения А нам Позируют Очень Хорошие Спортсмены Движения Подсказочках Да Ситуациях Ошиб Предполагаемых Ошибок Я говорю Что Мы С Вами Будем После них Дальше Двигаться Я буду Вспоминать На какие Грабли Я Наступала Где Непаханное Поле Еще Подсказок Художнику Который Хочет Встать На свои Ноги И Писать Свои Картины Потому Что Мы Пишем Пишем Картину И Вдруг Мы Понимаем Паш Дай мне Вон Ту Работку И Вдруг Мы Понимаем Не Вот Стоит Перед Тобой И Вдруг Мы Понимаем Что Мы Делая Композицию Не Не Можем Сделать Из Натюрморта Увести В Пейзаж Это Все Да Вот Все Что У вас Здесь Лежит Да Мы Не Можем Из Вот Этих Гранат Синего Кувшина И Фужера С вином Мы Не Можем Пойти Дальше Сквозь Стену Мы До Стены Видим А Дальше Мы Не Чувствуем Как Идти До Горизонта Да Поэтому У У нас Будет Обязательный С вами Брейгелевский Ход До Горизонта Это В Москве Вот Сейчас Я хочу Обязательно Вам Преподать Такую Работу Чтобы Вы Могли Интеллектуально За 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 Нами Пройти Пейзаж Брейгелевский Да Ну С Зимними Играми Там Но Обязательно Чтобы Вы Провели Зрителя Вместе С С С С С С С Понимаете Вот Туда На Горизонт И Только Прицепившись К Этим Заснеженным Альпийским Вершинам Альпийские Вершины Да Только Прицепившись К ним И Вспоминая Что Я умею Рисовать И Какие-то Горы Увести На Авторский Подмалевок И Какие-то Деревья Посадить И Какие-то Озерки Замерзшие Нарисовать Дополнительную Информацию Для Вот Этой Вот Самой Простой Ситуации Когда Мы Разламываем Гранат И Он Рассыпается Да У нас Предновогодние Такие Деньки Вот И Тогда Уже Снег Начал Падать И Где-то Застревать На Этих На Фломах Дерева Кстати Дерева Сейчас Я вам Скажу У меня Есть Один Очень Хороший Урок Называется Геометрия Дерева Если Не Научиться Рисовать Дерево И Не Воспринимать Его Как Живое Существо Паш Дай Мне Вон Ту Работку Пожалуйста Вы Не Сможете Тогда Даже Рисовать Цветочные Натюрморты Вы Понимаете Если Не Понять Хозяина Ну Или Хозяйку Да Хозяина Растительного Мира Это Вселенское Дерево И Как Оно Друг С Другом Да Как Оно Вырастает Как Эти Цилиндры Друг Из Друга Составляются И Как Они Идут И Какая У них Пластика Если Это Не Понять Вам Не Будет Не Подвластно Ни Ёлку С Букет Цветов Вы Не Сможете Написать И Конечно Вы Не Сможете Написать Композицию Которую Обнимают Деревья То Что Делал Брейгель Постоянно Он Постоянно У Него Все Работы Написаны Так Что Деревья Как Участники Многофигурной Композиции Это Живые Существа А Если Не Знать Правила Дерева Основное Правило Дерева Это Начертательная Геометрия Когда Один Цилиндр Соединен С другим Цилиндром По Овалу И в Геометрической Уменьшающейся Прогрессии Они Уходят На Уменьшение Вы Понимаете Там Просто Сплошная Геометрия И математика Ну Вы Знаете Если Вам И И Маленького Сальфеджио Сыграть Прекрасное Произведение Моцарта Вы Сразу Не Можете Си Я хочу Взять Один Рисунок Такой Сейчас Иду У меня Есть Такой Да Да Я Иду Сейчас Я Хочу Взять Один Рисуночек Такой Свой Любимый Вот Хочу Вам Показать Такой Рисуночек Один Посмотрите Что Леонардо Сделал Да Чтобы Показать Что У нас Находится Внутри Примерно Он Думает Да Что Находится Внутри Где Сердце Где Почки Где Какая Кровеносная Система Тогда Нельзя Было Человека Препарировать Просто Так И Открыть Это И Все Посмотреть Поэтому Леонардо Предполагал И Вот Посмотрите Они Конечно С Микеланджело Ходили В эти Анатомки И Изучали Человека Поэтому Мы Никогда Вот Никогда Не Рисуйте Человека С Фотографией Вы Когда Рисуете Человека С Фотографией Во Первый Вы Пользуетесь Чужим Интеллектуальным Трудом Да Это Труд Мыслительный Фотографа Этого Нельзя Делать А во Вторых Вы Рисуете Двухмерное Изображение У Вас Получается Плоская Территория Потому Потому Что Вы Не Осознаете Этого Человека С Натуры Получается Мертвая Натура Получается Ну Дувной Шар Получается Как вам Сказать Просто Поверхностное Рисование А вот Я вам Всем Предлагаю Конечно Листануть Книгу Леонардовскую Да Вот эту Толстую Посмотрите Какая Она У меня Уже Обшарпанная Потому Что Я Постоянно Ею Пользуюсь Так И Леонардо Как Мыслитель Он Научил Нас Володей Действовать В глубину Того Что мы Рисуем Осознавать Что происходит Вообще Как движется Человек Как движется Животное Каким Образом Составлено Это все Да Где Сухожилие Где Мышцы Вот Посмотрите Что он Делал Научный Работник Был Поэтому Я Предлагаю Вам Интеллектуального Развития Художника Ну что еще В этом блоке Мы вам Предложим Солнце На стене Легко И просто Художник Который Поймал За хвост Солнечный Луч Он Обязательно Будет Популярным Так Скажем И Обязательно Он Будет Желаем Зрителям Так Дальше От акварели До пастоза Схема Поднятия Живописного Слоя Напишем Маленький Натюрмортик И я вам Покажу Преимущество Нашего Блейд Инсокс Когда мы Носочком Делаем Акварельность И как мы Его потихоньку При заканчивании Посмотрите При заканчивании Натюрморта Да Ну Натюрморти Попробуем Мы поднимаем Все выше И выше Вот если я сбоку Посмотрю У меня свет На этом кувшине Прямо кусочки Краски Вы понимаете Что это Тоже Очень интересно Зрителю Он же вот так Смотрит Рассматривает Да Что происходит Ага Блики На гранатинках Прямо кусочки Пастозной краски Так И мы смотрим Где дать Красочный слой Где поднять А где оставить Акварельно Чтобы человек Вот здесь По бокам Смотрел И там Где акварельно Он смотрел Как на графическую Территорию Вы понимаете Что графической Территорией Мы призываем На помощь Зрительский интеллект Тоже С вами Так Вот это вот тоже Я думаю Мы с вами рассмотрим Орнаментальная информация Да любое Мы У нас с вами Есть орнаменты Да Есть курс Орнаментов Но Чтобы вы понимали Что орнамент Это очень хорошо И если есть Похожая территория Посмотрите В натюрморте Да Как выстроены предметы Как будто бы Это какой-то Штамп орнаментальный А посмотрите На фигурках Жениха и невесты Да Рембрандтовских Рукава С орнаментами Вот здесь Вот Украшения У нее Орнаментальные У него Золотая накидка С каким-то Узором Вы понимаете Орнаментальная территория Она всегда Ну если мне Паша даст Вот эту работу Вон она висит С двумя дамочками Дайте Дай мне Я вам покажу Что Может быть Здесь сильно Переборщилая Да Кто писал с нами Фриз Шахерезады Но вот здесь Есть пример Что орнаменты Даже могут быть Главнее Главнее Чем Человеческие Тела Ну кто Это сделал Климт Да Он орнаментами Золотыми Так их заткал Этих Влюбленных Да Что там У влюбленных Только лицо И рука Видна Да Кисть руки И чуть-чуть Пяточки Все остальное Золотые орнаменты Ему до сих пор Аплодирует Весь мир Вы понимаете Мы У художников Которые остались Во времени Должны учиться Самому главному Их принципу Да У каждого Есть свои фишки И мы вот эти фишечки Будем разбирать Так Что еще у нас будет География Человеческого лица Сделаем портрет Сделаем портрет Сделаем портрет Посадим натуру Да Допустим Нашу Анюту Посадим У которой лицо Такое Царицы Хатшепсут Так Посадим Анюту Осветим ее Направленным светом Сбоку И сверху И покажем Где у лица Архитектура Да Или я называю Это Как знаете Как если бы мы шли По земле Да И вдруг Впадина Вдруг гора Вдруг озеро Такое глубинное Вдруг яма Да Вдруг кратер Вдруг вершина И вот так мы точно Пройдемся По архитектуре Лица Женского Да Можем и мужской Тоже портрет Сделать когда-то Но там более рубленное Будет У женщин Более мягкие Черты лица Вот Пойдем Что еще Какие еще В этот раз Мы вам предложим Нить жемчуга Вы все любите Всегда Женские Какие-то натюрморты Но Чтобы написать Жемчуг Надо этот жемчуг Во-первых Поносить Да Носить на себе Потрогать его Подружиться с ним А потом себе сказать Я посмотрю Как сделали Старые мастера Голландские Да Допустим Вот Посмотрю Как вермеер Делал Нить жемчуга То есть Там не все Жемчужинки Перечислены Там перечислены Ну допустим Ну 15% От нити Жемчуга Остальное Ушло в перспективу Удаления И расплавилось Но блики На этих Расплавленных Есть Поэтому Поэтому Такая Вуаль Получается Вуаль Светотений Как будто Воздух Плотный Как будто Вы смотрите Сквозь кисею Какую-то На эту нить Жемчужную Вот тогда Будет у вас Очень крутая Валерная Живопись Валер По-французски Это обозначает Такое Соединение Красок На холсте Что ни одна краска Вас не раздражает И написан воздух Называется Валерность Мы с этим Будем работать Обязательно И это очень просто Устойчивость Предмета Падающие тени Это очень важно Будем это тоже делать Гора ягод Будем делать Потому что У горы ягод Вы знаете Кто был с нами В Грибовке Когда мы Вишни делали Потом клубнику Делали Гору ягод Ой Гору ягод Сколько там Правил И сколько там Правил Поднятия Пастоза И убывания Акварельности И сколько там Правил Чтобы это была Гора А не просто Прилепленные Ягодки Будем над этим Работать Что еще Мы вам Обещаем В этот раз Женский Профиль Обязательно Потому что Фаз Женщина Вот Примерно Три четверти Фаз Здесь Одна Архитектура Лица Идет А в профиль Другая Архитектура Лица Поэтому я Когда мы Подступаемся К портрету Я всегда Прошу студентов И это Сделала Оля Большакова Умничка Она Нарисовала Череп Человека Фаз Череп Человека В профиль Только Тогда Когда вы Поймете Где у нас Костяк Наш Вы тогда Сможете Потом на этот Костяк Извините за выражение И мышцы Натянуть И сухожилие И кровеносную И кожу И потом Эту кожу Осветить Ну там же Многослойность Есть Вы понимаете А когда мы Делаем Вы делаете С фотографией Да Там нету Ни черепа Ни сухожилий Ни мышц И там Духа человека Нет Потому что Фотограф Уже все Сказал Давно Об этом Человеке А вы Хотите Еще раз Что-то Сказать Что-ли Пообещайте Что не будете Этого делать Только С натуры Человека Рисуем Вы понимаете Человек Это Спрятанный Внутри Тела Дух И его Надо рисовать Только с натуры Если даже Вы что-то Не допишите И Не сделаете По светотене Правильно Обязательно Расскажете Об этом Человеке С помощью Выражения Лица Человека Или Глазки Опущены Уголки Рта Приподняты Взгляд Внутрь Себя Кожа Человека Обо многом Говорит Да Там Головной убор Обо многом Говорит И вот Самые Произведения Искусно Портретные Это О человеке Вот О Саске Да Саске Это Жена Рембрандта О ней Можно Рассказать Потому что Он Зашел В Духовную Составляющую Этой Девушки Да Он ее Любил И он ее Как сказать Духовно Просканировал Но сначала Рисунками Вот там у меня Есть рисунки Саски А потом Уже Флора Вы знаете Потом Вот эта Шубка Есть Когда он Шубки Надевал Всякие Драгоценности Которые Вот видите Тоже Орнаментально То есть Мы все равно Берем пример У наших Любимых Старых Мастеров И вот Что еще Хочется Сказать Что Если бы Вы нам Написали С Володей Да В чат С какими Проблемами Вы сталкиваетесь Что Вам Непонятно Вот даже В натюрмортном Действии Где Вы спотыкаетесь Где Вас Как будто Вы знаете Вот Вы пишете Пишете И вдруг Вы не знаете Как действовать Да И вот Когда Вы не знаете Прямо Сядьте И напишите Нам письмо Я не знаю Как соединить Допустим Куб И шар И какая Падающая тень Будет От куба На шар Да Вот Такие Маленькие Вопросы Позадавайте Потому что У каждого Из вас Есть Свои Проблемы Маленькие Да По большому счету У нас Нет проблем Мы защищены Техникой Блэйтинсокс Арт Технологис С вами Володя Лена Павел Да Мы вас Обнимаем Мы хотим Вам Вопросы Да Что вам Мешает Дальше Двигаться Давайте Мы вам Будем Опять Создавать Такие Ситуации Фрагментики И может Для других Людей Это тоже Будет Интересно Вот И не забывайте Что вы Всегда Можете Обратиться К нам Как кураторам Своего Проекта Как кураторам Своей Картины Да Вы можете Позвонить Созвониться С Павлом Написать Ему Что Сегодня Вы хотите Встретиться С Владимиром По такому То поводу Да И выходите В скайп И просто Разбираете Эту ситуацию Или допустим Захотите Какой-то Маленький Проектик Сделать Только Ваш Да Больше Ничей Но с нами Вы посоветуйтесь Как это Сделать Так Чтобы Это было Без Множества Ошибок Потому что Мы должны Себе Сказать Что мы Готовы Простить Художнику Много Ошибок Но только Не такую Когда На холсте Будет Скучно Хорошо И вот Мы ждем От вас Писем А мы Со своей Стороны Обещаем Что До Нового Года Мы Поснимаем С Павлом Все Фрагментарные Ситуации Вот эти 25 штук И Мы Надеемся Что Эти Подсказочки Вам Помогут Встать На ноги Так И Действовать В ваших Картинах Легко И просто Как бы Даже Играючи Вот И вот Сейчас Может быть Паша Паша Покажет Вам Нашу Мастерскую Павел Ну Покажи И дай мне Вон ту Белую Туфельку Я сейчас Про белую Туфельку Скажу У нас Здесь Есть Конструкция Белой Туфельки Да Вот смотрите Самая Простая Белая Туфелька Ну Такая Она Очень Эксклюзивная Наверное Итальянская Скорее Всего И смотрите Почти Неношенная Вот Такой Туфелькой Убить Можно Но Когда Мы Пишем Или Рисуем Такой Предмет Мы Сразу Думаем О той Ножки Которая В этот Предмет Заходит Да Это Как Конструкция Как Фундамент Этой Ножки Да Потом Женщина Идет На Каблучках Как Она Двигается Мы Сразу Думаем О Женщине Но Для Того Чтобы Ее Нарисовать Надо Сказать Себе Я Знаю Что Такое Построение Цилиндра Я Знаю Что Такое Соединение Цилиндра Допустим С Другим Цилиндром Я Знаю Что Такое Соединение Треугольника С Цилиндром Плюс Плюс Пальчики Интересно Какие У нее Пальчики Вот Поэтому Пока Не узнаете Конструкцию Вы Понимаете Что Будем Рисовать Лапшичку Какую То Или Тесто Конструкция Показывается Только При Крутой Светотеневой Ну Как вам Сказать Насыщенности Да Собственные Падающие Рефлексы Полутона Блики Вот это Все Можно Провести Вас Интеллектуально И Тогда Поверит Человек Что Это Кожаная Конструкция Которая Поддерживает Женщину Когда Она Идет Вспомните Как Мерлин Монро Шла К Паровозу Да На Таких Туфельках В общем Мы Готовы После Этих 25 Фрагментарных Ситуаций Еще По Вашим Запросам И еще О том Что мы хотим Вам дальше Рассказать Потому что Дальше будут Сложнее Фрагментарные Ситуации Допустим Как сделать Падающую Тень От Одного Человека На Другой Человек На Другого Человека Если Один В Движении А Второй Допустим В Спокойной Позе Как Сделать Так Чтобы Не Перечислять Все Черты Лица А все Таки Чтоб Человек Был Узнаваем Как Это Со Светокеневой Территорией Сделать Как Осветить Человека Как Одеть Человека Это Отдельное Значит Отдельное Действие Я Вам Потом Скажу Какие Книги Надо Покупать К Определенным Урокам Маленьким Да Вот Как Одеть Человека Это Надо Обязательно Купить Книгу История Костюма В Художественных Произведениях Как То Вот Так Называется Толстенная Книга И там Вот Эта Вот История Костюма С Древнего Египта Идет Почему Были Сандалии Почему Были Вот Такие Высокие Шапки Да Цилиндрические В общем То Одеть Человека Это Все Что Продолжить Его Рассказ Это Кто Этот Человек Да Или Это Нищий Или Это Ну Какой Царствующая Какая Особа То То Все Зависит От Одежды В бане Какого-то там Барона Да Какого-то там Допустим Человека Который Пришел На бал В общем-то Все Зависит От Одежды И вот Посмотрите Брейгель Он Специально Посещал Какие-то Крестьянские Праздники Переодевался В крестьянина Садился С блокнотиком Он же Все Шел От Своих Рисунков У него На выставке В Вене В прошлом году Мы видели Рисунков Наверное 60% 70% Рисунков 30% Большой Огромной Тематической Живописи То есть У него Рисунок Это его Кухня Он становился Рядом с Крестьянами Они там Пока танцевали Играли на Музыкальных Инструментах Он делал С них Рисуночки Вы понимаете Фотографии Не было Никакой Так И Когда он Делал Рисуночки Он не успевал Их доделывать Да Они уже Другую позу Они же не Позировали ему Он вырабатывал Свою Стилизацию Человеческого Образа Вот это мы Дальше Пойдем с вами В композицию Пойдем Но сначала Построение Овалов Согласны? Вот И Теперь Если Павел Какие-то Вопросы Мне задаст Я быстренько Отвечу И будем Действовать С вами Вопросы Я бы Дальше Не то что Вопросы Можно я В кадр Давай Иди В кадр Павел Да я Вот здесь Как-то Может Садись С нами Спроси Что там Спрашивают Люди Наши Студенты В интернете Ну Почему мы Этот курс Вообще Почему мы Эту тему Подняли По поводу Списка Этих Основ Базовых Потому что На всех На всех В основном 90% вопросов Которые Вы присылаете В них Содержится Информация Что Не хватает Вот не знаем Как сдвинуться С места В определенных Особенно В сложных Мастер-классах Да Когда там Елена Конечно Рассказывает Да Поэтапно Что нужно Сделать А Вопросы Приходят По основам В основном То есть Это Либо Пластическая Анатомия Либо Какая-то Овалы Овалы Да Все Стрессы Получают На овалах На построениях Это знаете Первые буквы Алфавита Люди Пропустили Ничего страшного Я всегда говорю Научитесь Сразу На мастер-классах Рисовать А получается Что вы Как бы У вас получается Такой Маленький Нервный Срыв Да Когда вы Раз Не можете Овал Самое простое Не можете Построить Или просто Круг Сделать Не можете И мы Как бы Анализируем Очень много Когда мы Создавали Эту онлайн Школу Мы начали Немножко С другой стороны Мы начали Не с основ А сразу С больших Композиций С натюрмортов Можно я скажу Мы Мы начали С самого Простого Образования Маленькие Натюрморты На них Хорошо Учиться На маленьких Натюрмортах Можно учиться Но конечно же Мы не начали С рисунка Овалов Нам самим Это скучно Теперь получается Мы решили Вернуться К теме Основ Чтобы Допустим Вот тот курс Чтобы не было Курс идет Сейчас в процессе Записи Его не будет онлайн Этот курс Будет записан В формате 25 маленьких Уроков И каждый урок Является Пазлом Для того Чтобы потом В итоге Составить Готовую картину Сложную композицию Или какую-то Маленькую Работку Вы просто возьмете Этот конструктор И соберете Зная правила Которые Елена и Владимир Дают вам С высоты Своих знаний И с высоты Вот Ну мы тоже На эти все Грабли наступали Да Мы наступали Зачем Вот многие Говорят Вот Мы Зачем нам Это все изучать Это и так Все понятно Я там Человек Совсем другой профессии Я же не пойду Сейчас в институт Изучать Там Пластическую анатомию И все остальное Многие Даже не идут Просто на курсы Да На курсы рисунка И живописи Как у нас Вот здесь У нас за стеной Здесь Вот студия Да Здесь люди Каждый день С утра до вечера Изучают Построение Перспективы Там овалы Там черепа У нас Вот эти Скелет То есть Постоянно учатся Здесь же Это будет максимальная Такая выдержанная Информация От наших Экспертов Да Вы себе берете И вы можете Вообще Не покупать Там Когда этот курс Будет Ну постараемся Конечно До нового года Его записать Вы можете Просто Какой-то урок Отдельно Взять себе Да И Ну который Вы считаете Что у вас Допустим Вот в этом направлении Там Солнце на стене У нас кстати Уже был Где-то Мелькала Эта тема Надо Легче дать Чтобы Легко Человек Понимал Что такое Солнце на стене Или допустим Золото Рембрандта Самыми Простыми Словами Мы дадим Как если бы Вы просто Пришли в Художественную Школу Да Незаумными Какими-то Там Правилами Так что Самое интересное В художественных Школах Это Не дадут Не дадут В художественных Школах Дадут вам Азбуку По книжке Да Академический Рисунок И живопись Скучно Скучно Но необходимо Это Альтернатива Которая Ну вы такое Нигде не получите Да То есть Это То что Через себя Пропустили Наши специалисты Наши эксперты И С точки зрения Профессионализма И мастерства Вы это увидите Вот Поэтому Просто ждем Ждем И от А от вас Мы ждем Вот эти письма В которых Вы напишите Что Вот мы столкнулись С такой-то Ситуацией Как нам Ее решить Почему У нас Там Допустим Валятся Бутылки Рисуем Да Бутылку Часто спрашивают Почему Она у нас Есть же Ряд Правил Правил Которые Самые простые Вот построение Предметов Построение Предметов Да Но чтобы Не обращаться За этим Не поступать В высшее Учебное Заведение За этим Да Многие Кто хочет Разобраться Конечно Идут И на сложные Курсы И изучают В интернете Это все Или идут Даже в высшее Учебное Заведение Мы предлагаем Самый простой Вариант Самый простой Шаг К этому Вот Поэтому мы ждем От вас вопросов И На эти вопросы Будем отвечать Чтобы подвести Всю эту информацию Которую мы Сегодня Проговорили К итогу Покажешь Мастерскую Вот так Круто У нас Много Всего Интересного Те Кто у нас Бывает В гостях В Одессе Наши студенты Наверняка Нас сейчас смотрят Я вот Видел по количеству Сегодня более 200 человек Записалось Сейчас еще покажу Кое-что Нашим студентам Драгоценное Когда-то Я когда была Бедной студенткой Ну как бедной 12 томов Рисунки Старых мастеров Посмотрите Откуда Откуда все это тянется Да Рисунки старых мастеров Знаете где В какой-то комиссионке Такой Замызганной Я смотрю Стоят Кто-то сдал Да Кто-то сдал У кого-то Кому-то понадобились Денюжки Я ходила Я Где-то по-моему И позанимала Денюжек Немножко И вы бы видели Меня Как я на четвертый этаж Тянула эти 12 томов Как самую Сильную Драгоценность Вы понимаете Это как действовали Художники всего мира Сначала Графическим образом Потому что Только в графике Человек проявляется Как интеллектуальный Значит Научный работник Для себя И он в графике На кончике карандаша Начинает понимать Что он будет рисовать В итоге И потом Каким образом Это он превратит Допустим В живописное произведение Смотрите Чтобы нарисовать Давайте так Чтобы нарисовать Джоконду Сначала Леонардо Вот это нарисовал Вы понимаете Причем Это предполагаемые Внутренности человека То есть Он включил Здесь еще Воображение Да Я думаю Что он еще Какую-то дамочку Пропальпировал Хорошо Чтобы понять Где у нее Мочевой пузырь А где почки Да Потому что Все таки Наша глобальная задача Чтобы итоговые Картины Которые выходят Из-под ваших кистей Получались Бесподобными И нужными зрителю Нужными коллекционерам Мы об этом Всегда говорим Постоянно Потому что Мы сами Являемся Арт Институцией Такой Арт-центром Мы общаемся С серьезными Коллекционерами С арт-дилерами По всему миру Да Для того Чтобы Работы наших Художников Предлагать То есть Мы понимаем Что они хотят Конечно Мы может Где-то Не успеваем Идти в ногу Со временем Но у нас Есть своя ниша У нас Есть свое направление Где мы Не имеем права Мы Я уже Себя приписал К художнику Так конечно Мы Да Но я как Арт-дилер Как представитель Арт-центра Да С мировым именем Я заявляю о том Что мы не можем Выпустить плохой продукт Предложить его Нашим клиентам Потому что Мы являемся Мостом Между Коллекционером Или просто Покупателем Да Произведение искусства И художника Сколько сейчас Уже У нас Персональных Выставок Было Да много Несколько Несколько персональных Выставок Уже произошли С каталогами И сейчас Готовятся еще Три персональных Выставки И в данный момент Происходит Проходит выставка Александра Никитенко Который Недавно Ушел Покинул Нас Но Оставил После себя Триста Работ Триста Работ Саша Оставил Пять лет А графики Сколько он Оставил Это чистый Ван Гог Вот я сейчас Смотрю Этот Блочок Ван Гога И я смотрю Он работал Как Ван Гог Он абсолютно Не похож На Ильичевых Вы понимаете У нас сейчас Идет выставка Александра И мы такие И готовится Каталог И тут же Пишется статья Искусствоведа И тут же Делается Промоушен Дальше Поедет В Киев В Москву В Одессе В нескольких Музеях Выставится В Еврейском Центре Потом музеи Западного И Восточного Потом Его выставку Мы проведем Обязательно Мы сделаем Запись Поведем По Сашенкиной Выставке Обязательно Проведем Я к чему это сказала Что человеческая Жизнь Короткая Оставляем После себя Хорошие Произведения Искусства И не уходим С земли Да Да Ну в общем Подводя итоги Я просто напомню Во-первых Что сейчас Как бы Мировая премьера Скидок В формате Black Friday Черная пятница Черная пятница Пока Вот вы давно Мечтали о нем Сделайте Заказ Оставьте его Ну допустим Мы вам Предложим Потом в процессе Вы хотя бы Эту цену Зафиксируете За собой Ну 50% Скидка Сейчас То есть Те кто Давно Мечтали Сейчас могут За собой Его зафиксировать Если вдруг Вы не успеете Его выкупить Ну не успеете Но мы вам За это время Предложим Рассрочку И так далее Поэтому оформляйте Заказы Не стесняйтесь Вы хотя бы Просто поймете Зарегистрируйтесь В нашей системе Кто вот у нас Новый смотрит Пользуйтесь Вот этими Вот скидками Пока они есть Потому что После нового года Мы скорее всего Будем переходить На систему Баллов Да То есть Будет такая Геймификация Это более современная Схема То есть Скидок не будет Будут баллы Которые будут Накапливаться И так далее То есть Это все зависит От наших партнеров С которыми Мы работаем В интернете Вот Поэтому Милости просим Каталог Мы немножко обновили Сейчас в каталоге Более 250 Видеоуроков Уже Вот Вот Как бы Мастер Откуда Она это все берет Откуда Эти все знания Поэтому Ловите Пользуйтесь От Бога Да Применяйте В своих В своем Стиле Вырабатывайте Свой стиль Пишите Стильные Картины Не плоские Не Пенопластовые Пишите Живопись Да Надо Живопись Пишите И у нас Есть Очень Хорошее Действие Чтобы Мы Вас Провели К вам Самим Понимаете Те девушки Ребята Которые Приезжают К нам В Грибовку Знают Что это Такое Это Это Личный Разговор Со мной Или С Владимиром Когда Мы Превращаемся В вас И Ваши же Таланты Вынимаем Ваши же Зарисовки Ваших Будущих Картин Понимаете Вот Мы Единение Учителя И Студента Вырабатывают Начало Вашей Персональной Выставки Это Не знаю По скайпу Наверное Не Ну У нас Получается Это все Идет Из раздела Кураторства У вас Возникают Вопросы Вы К нам Обращаетесь Мы записываем Вас На определенное Время И Через Если Вы Удаленно Из другой Точки Планеты Вы Встречаемся Онлайн И Обсуждаем Ваши Вопросы Елена И Владимир Проведут Вас Сколько Людей У нас Находятся На длительном Кураторстве То есть Вы Курируете От нуля До персональной Выставки Вы Прекрасно Видели Кто Приносит Допустим Москва Мастер-классы Вы же Видите Как Москвичи Приходят Приносят Картины Это Когда Вживую Встреча Идет Есть Онлайн Есть Вживую Поэтому Мы В Москве Разбираем Ее Остальные Студенты Сидят И Тоже Думают Что Они Тоже Способны На такой Подвиг Вы понимаете Главное Чтобы вас Кто-то Провел Немножко К вам Самим Потому что У вас Там внутри Драгоценные Знания Ваши Которые Вам Природа Дала Понимаете Это ваш Талант А то Что вы К нам Пришли Вы нам Доверились А мы Готовы Вас Намного Легче Ити В творческий Путь Когда У тебя Есть Тот Кто Тебя Проводника Надо Иметь В данном Случа Мы Это Называем Куратором Куратор Вашего Творческого Проекта Вы Являетесь Творческим Проектом На самом Деле Доверьтесь Профессионалу И Действуйте Под руководством Мастера Результаты Такие Быстрее Можно Не успеваем Все это Публиковать Чтобы Прямо Показать Вот Смотрите Вот Этот Человек Сделал Это Этот Сделал Это Мы Все Это Предоставляем Вам Чтобы Вы Сами Публиковали На нашей странице О Сейчас Я вам Покажу Откуда Откуда Все Это Пришло И Давай Будем Пошел Наверное А то Мы Сильно Долго Нам Надо Наверное Привести Статистику Сколько Наши Студенты Написали Картины Наверное Помните Вы Меня Все Спрашиваете Откуда Блейт Ин Сокс Так Знаете Какой Год 98 Да 98 Называется Работа Издалека Я Сидела Мастерскую Себя Накинула Капюшон На голову И решила Сделать Гризайль Портрет Ну что-то Мало Красок У меня Было Только Носки Были И лезвия Рядом Со мной Какие-то Лезвия Были Помните Еще Нева И я Так Это Накидала Решила Сделать Как Это Делает Леонардо Как Гризайль Почти Как будто Графика Ну это Живопись Да Вы понимаете Что Это Холст Вот И вот Вот этот Портретик Я его Никому Не отдаю Он Как бы Как Здесь Идет И похожесть На всех Моих Родственниках Но Вот На нем Я разработала Сплошная Прошкряпка Сплошное Протирание Пастоза Нет Вообще И почему-то Горы Да И почему-то Какой-то Такой Странник Непонятно Мужчина Или Женщина И вот Этот Портрет У нас Как бы Основополагающий К тому Что Я очень Счастлива Что я Через меня Эту Технику Передали На землю Для других Художников Ну Мы Все Безмерно Благодарны Я же Тебе Зачитываю Постоянно Ох Ваши Благодарности Скоро я Захлебнусь В них Да Елена У нас В интернет Сама Не Ходит Но Замей Мы Есть Чат-боты Есть Помощники Кто Постоянно Помогает Последний Анонс Для тех Кто Планирует Заранее Поездки На Творческие Мероприятия К нам Мы Во-первых До конца Года Уже У нас Расписана Программа По Вебинарам И по Мастер-классам В Одессе Милости Просим И мы Уже Открыли Запись На Москву Да У нас Московские Мастер-классы Состоятся В конце Первой Недели Февраля Да И Для тех Кто Оплачивает До Нового Года Вносит На вас За участие Там Вообще Супер Цена Очень Очень Приятная Поэтому Вы уже Можете На нашем Сайте На сайте Ауру Маркет Обязательно Оставить Заявочку Свою Вот И Грибовка У нас Собирается Уже Хорошая Грибовка На берегу Море Пленэр Новый Пленэр С новыми Мастер-классами С 1 по 10 Игния Уже есть Программа Скоро Будет Анонс И рассылка Поэтому Мы всем Рады Обращайтесь К нам Не стесняйтесь Мы Максимум Что сможем Максимально Качественно Подадим Информацию Которая Ну я считаю Что это Очень важная Информация И это Супер Эсклюзив Да Мы с вами Исследователи А без вас Нам было бы Скучно Наверное Поэтому всем спасибо Я пойду отключаться Елена Может дать вам Завершающее слово Ну Завершающее слово Такое Что Если кто-то Вступил На путь Открытия Своего Творческого Потенциала Ему никогда Не будет Скучно На земле Он будет Улыбаться Этот человек Он не будет Стареть Этот человек И он Не будет Болеть Ему Некогда Болеть Его Ждет Картина Вы понимаете Другое дело Что Конечно Эта картина Может вас Энергетически Растерзать Но у вас Есть время Потом Поехать На море Покушать Вкусненько Поспать Посмотреть Какой-нибудь Фильм Драгоценный Голливудский Даже Попить Пиво С друзьями У вас Будет Время Восстановиться Но Вы будете Знать Что вас В мастерской Ждет Ваша Картина Это Как Продолжение Вас И вы Уже Ответственны Перед Людьми Которые Ждут Эту Картину И готовы Выложить За нее Огромные Деньги Вот так Скажем Чем Больше Вы Стараетесь Чем Больше Вы Знаете В искусстве Тем Больше Коллекционеров Вас И вы Будете Счастливее